Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро из Иерусалима! Сегодня у нас 19-е Ашвата, 21 января. Середина уже зимы, приближаемся мы уже к весне, да, все в этом мире идет циклично. Весна, лето, осень, потом опять зима, потом опять весна и так далее. Значит, мы изучаем Тору, сегодня у нас глава Итро, и мы подошли к кульминации, вообще к кульминации всего вообще, что было до этого. Машер Абейну поднимается на гору Синай, и Всевышний дает 10 заповедей. Основа Торы, основа морали, основа вообще мировой истории, 10 заповедей. И как раз они даны в этой главе, вот сегодня мы прочтем, что это за 10 заповедей, поэтому я буду сейчас без предисловий. Переходим, сосредоточимся, чтобы осознать, понять, услышать вот эти 10 заповедей. Значит, начинается сегодняшний отрывок с того, что Вайерет Ашем Аль Ар Синай, и спустился, на русский переводят этим словом, Венисшол, и Нисшол. Такое интересное, редкое слово, Нисшол, как-то переводят. На юриде просто, Вайерет спустился Ашем Бог на гору Синай, на вершину горы, и возвал Вайкра. У нас называется проект Вайкра, потому что Всевышний взывает. И мы именно поэтому назвали проект Вайкра, что Всевышний через всех наших лекторов, через все уроки, он взывает каждому из нас Вайкра. «И возвал Бог к Моше, и поднялся Моше к нему на гору». Значит, Ар Синай и Моше поднимаются на эту гору, все скрывается в этом облаке. «И сказал Бог Моше, спусти теперь к народу и предупреди их, чтобы они не поднимались и не прорвались к Богу, народ, чтобы не прорвался к Богу, и чтобы они не умерли, а то падет из него многое». То есть Бог предупреждает Моше, он говорит, предупреди народ, чтобы они слишком не прорвались. Это очень интересно. Запомните этот момент. Значит, мы знаем, что тот, кто слишком близко прорывается к Богу, то его этот свет может жечь. Да, и мы видели несколько раз в Торе, как начиная от сына Адамрешона Эвеля, который принес жертвы, а потом Каин его убил. Почему? Потому что Эвель, значит, он слишком близко приближается к Богу, и чем ближе ты приближаешься, тем сильнее этот свет. Хорошо. Значит, и так же говорит Бог, священники, да, Каины, которые приближаются к Богу, значит, должно быть очень осторожно, чтобы в них не пробил Бог. Прямо слово такое, ифрод, чтобы он их не проломил, да. То есть, вот этот свет божественный, еще раз, нам становится понятно, что Шлома Мелых сказал в Экклезиасте, «Марбэ хахма, марбэ каас», умножающее божественное знание умножает гнев. То есть, когда ты где-нибудь там грешишь в комнате в темноте, это одно, когда ты приходишь и перед царем грешишь, это другое. Значит, и чем ближе ты к Богу, тем больше видны все твои недостатки. Значит, священники должны быть еще более осторожны. И сказал Муше Богу, не сможет народ подняться на гору, потому что ты уже предостерегал нас, да. Ты уже говорил нам, чтобы мы три дня готовились, три дня, чтобы мы освящали себя и не поднимались на гору. И сказал Бог ему, иди спустись, скажи народу, а потом поднимайся обратно. Ты и Аарон, и священники, а весь народ пусть не поднимается, и стоят они под горой, чтобы опять же их не проломить. Бог ему второй раз говорит, предупреди. Отсюда мы видим вот этот закон сущности человеческой. То есть, Всевышний нас предупреждает, предупреждает, предупреждает. Проблема, проблема, проблема. Если ты не понимаешь, а он опять тебя предупреждает. То есть, Всевышний, он очень терпеливо предупреждает. И это очень такая важная вещь. Не достаточно один раз понять, что что-то делать можно, а что-то делать нельзя. Нужно постоянно изучать Тору, постоянно себе же напоминать, это можно, это нельзя. Это заповедь, это грех, ну и так далее. Значит, и здесь еще есть тоже, очень в этом отрывке есть один важный урок, что у каждого свое место в служении Всевышнему. Есть место, которое занимают священники, есть место, которое занимает Мошарабейну, есть Аарон, есть просто народ. То есть, каждый должен знать, что у него есть как в армии, у каждого солдата есть свое место. И если ты свое место оставляешь, то вот как раз ты можешь сказать, что я буду лучше служить на месте другого. Как люди друг другу завидуют, и они говорят, вот я бы на его месте бы. Ты не на его месте, он на своем месте, ты на своем месте. И у каждого есть возможность, у каждого есть возможность на своем месте выполнить свое предназначение. Значит, и не надо стремиться к чужому предназначению, оно может очень сильно повредить. И спустился Маше к народу, и сказал он им, все, что Бог предостерег, не поднимайтесь на гору, будьте под горой. И сказал всесильный все вещи, которые сейчас мы узнаем, вот эти 10 заповедей, значит, мы знаем, что Всевышний сказал две заповеди, и потом все остальные попросили, чтобы Всевышний дальше говорил с Маше, потому что невозможно было выдерживать этот свет. И первых две заповеди, давайте ревдумаемся, вслушаемся в каждое слово, это те знаменитые 10 заповедей, которые являются основой Торы и основой всего существования этого мира. Значит, первая заповедь, Анухи Ашемелокейха, очень интересно, что идет в единственном числе, Я Бог Всесильный Твой. Всевышний обращается не в ваш, а в твой, то есть это заповеди, которые через Тору звучат каждому. Я Бог Всесильный Твой, Ашер Оцетиха, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. То есть, когда человек выходит из, вообще, в принципе, соединение с Богом, это выход из рабства схем, придуманных людьми. То есть, у тебя есть два варианта, или ты идешь в этом мире по схеме, которую дал Бог, это Тора, или ты идешь по схемам, которые Крошка-сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, варианта нет. Или ты идешь по божественным законам, или ты идешь по законам, которые придумали люди. Все, вот и весь выбор. Теперь и Бог говорит, я Бог, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И каждый, кто сейчас приходит к Богу, он тоже выходит из рабства. Из рабства каких-то условностей, схем и так далее, которые придумали люди. Дальше продолжается вторая заповедь. Ло-и-е-ле-ха-элу-има-хирима-ль-панаф. Не будет у тебя никаких, элу-им всесильных, кроме меня. Значит, здесь не говорится Бог, да, Творец. Здесь говорится силы. Человек может сказать, моя жизнь управляет силы. Вот, моей жизнью управляют какие-то люди. Моей жизнью управляют какие-то правила, какие-то законы. Бог сказал, нет, твоей жизнью управляю только я. Значит, не будет никаких других сил. И человек, который верит в другие силы, кроме Бога, он нарушает вот эту вторую заповедь. И, значит, дальше он продолжает расшифровывать вторую заповедь. И говорит так. Ло-та-ас-эл-и-ха-песель. Не делай себе, песель это статуэтки, да, такие статуэтки. Не делай себе никаких статуэток, никаких картинок, которая в небе, и которая в земле, и которая под землей, и которая под водой. То есть, ты не можешь изображать никакие силы в виде картинок, которые, это идолы. Вот это есть идолопоклонство. Не делай ни статуэток, ни картинок, ничего, что ты думаешь, что эти силы управляют миром. Это идолы. пятый отрывок не поклоняйся им и не служи им потому что я Бог всесильный твой и я Бог ревнитель то есть он говорит ты думаешь это просто так что ты служишь каким-то идолам он говорит нет за все есть отдача я Бог ревнитель я сохраняю грек отцов на сыновей до третьего и до четвертого поколения тем кто ненавидит меня то есть мы видим что Бог здесь нам сказал конкретный закон что если человек начинает служить идолам то вот это его страшное преступление оно ложится на него и на его детей до третьего и до четвертого поколения Талмуд очень подробно разбирает эту заповедь этот запрет и говорит что почему до третьего и четвертого поколения потому что тот кто начинает служить идолам у него нет больше чем 3-4 поколения его род он исчезает на третьем и четвертом поколении то что отрывается от Бога оно исчезает то есть или оно вернется есть в Москве например такая община называется Дор Рви четвертое поколение то есть вот мы сейчас видим на примере Советского Союза евреев которые их деды там прадеды служили Богу потом отошли и четвертое поколение сейчас возвращается почему четвертое? это последнее то есть грех он может удерживаться до четвертого поколения потом все исчезает теперь дальше но делает Бог милосердие для тысяч поколений Ле Вава тем кто любит меня тем кто любит Бога Уле Шамрей Митсватай и тех кто соблюдает мои заповеди то есть Бог говорит но если какая-то семья какой-то человек начинает соблюдать заповеди и дети его соблюдают заповеди и внути его соблюдают заповеди и так далее то цепочка позитивная она накапливает вот этот позитивный эффект на тысячу поколений цепочка негативная она всего лишь до третьего поколения работает и рвется Это очень интересно. Что мера милосердия Всевышнего в 500 раз больше, чем мера его строгости. То есть Бог в 500 раз более платит за хорошее, чем наказывает за плохое. В 500 раз разница. Выгоднее делать добрые дела. Дальше, третья заповедь. Третья заповедь звучит так. Той непостижимой божественной реальностью, которая как раз отражается этим именем. То есть это волшебное такое слово. Бог говорит, ты не злоупотребляй этим. Если ты в пустую клянешься, если ты с этим именем обманываешься, если ты его произносишь в пустую, то это большая проблема. Это третья запрещающая заповедь. Поэтому люди очень религиозны. Они даже слово Бог пишут через черточку, чтобы не нарушить эту заповедь, не дай Бог, чтобы не оказалось, что ты в пустую используешь имя Всевышнего. Значит, следующая заповедь, четвертая заповедь. Захоро Тьома Шаббат Лекадшо. Помни день шабатний, освящая его. Как раз мы сегодня приближаемся к шабату. И мы можем как раз, вот сейчас, как будто бы мы стоим на горе Синае. И слышим сейчас эту заповедь, которая одна из десяти заповедей. Помни день шабатний, освящая его. То есть посвящая его Всевышнему, выделяя его из всех остальных дней. Дальше идет объяснение. Шесть дней работай и делай всю твою работу. В единственном числе говорится, что шесть дней должен человек работать. Это тоже заповедь. Производительный труд на благо людей, это заповедь. То есть ты должен работать и выполнять всю свою работу качественно. В Йомашви Шаббат. Седьмой день Шаббат. Это день для Бога Всесильного твоего. Как мы его выделяем? Не делай никакую работу. Ты и сын твой, и дочка твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и животные твои, и пришельцы, которые в твоих воротах, которые живут у тебя, все должны в шестой день, в седьмой день отдыхать, отключаться. Почему? И в этот день не просто ты отключился, лег и спишь. Нет. Объяснение дальше идет. Прямо в десяти заповедях есть это объяснение. Тишешет я мимо Саашем. Потому что шесть дней делал Бог небеса и землю. И море, и все, что в нем. И отдыхал седьмой день. Седьмой день он отдыхал. Поэтому благословил Бог день Шаббатни и выделил его. Все. То есть мы этот день выделяем как соединение с Богом, Творцом, Мироздание, которое сотворил мир. И вот этот седьмой день Бог выделил именно для духовной работы. День Шаббат. Остановка. Дальше. Пятая заповедь. Кабетет Авиха Вейтемеха. Почитай папу твоего и маму твою для того, чтобы продлились дни твои на земле, которую Бог всесильный твой дает тебе. Значит, связана заповедь почитания родителей с долгожительством и с пребыванием на земле Израиля. Это важная заповедь. Все. Это пять заповедей, которые называются заповедь между Богом и человеком. То есть эти все заповеди, даже заповедь почитания родителей, она, эта заповедь, это Бог сказал ее делать, и она относится к заповедям между человеком и Богом. Теперь дальше идет на вторых скрижалях, идут пять заповедей между людьми. Что есть? Вся остальная Тора, она отражена в этих десяти заповедях. Все 613 заповедей, они относятся к этим десяти. Это как бы такие корневые заповеди. Значит, Бог сказал, лотерцах, не убивай. Нельзя убивать, ни ты человека сотворил, ни ты дал ему жизнь, ты не имеешь права его убивать. Лотенав, не прелюбодействуй. Значит, здесь объясняется, что прелюбодействие, нарушение супружеской верности, это относится к замужней женщине. Потому что мужчина, он может жениться, запрещено любые отношения с замужней женщиной. Мужчина, который вступает в отношения с замужней женщиной, или женщина замужняя, которая вступает во взаимоотношения с любым мужчиной, это нарушение заповеди, запрета Истора. Вот такая вот очень важная вещь. Очень важный нюанс такой, да? Что именно женщина замужняя, она полностью запрещена всем, кроме своего мужа. Все. Теперь дальше. Дальше говорит он Лотигнов. Не воруй. Но здесь, в этом, именно на скрижалях, речь шла не о воровстве предметов. Речь шла о воровстве людей. Запрещено украсть человека с целью продать его, там, или убить, или как-то использовать. То есть запрещено воровать людей. Все заповеди, которые есть на скрижалях, за нарушение их смертная казнь шла. Представляете? Поэтому за просто воровство дальше будет в Торе, ты должен вернуть ту вещь, которую украл. Но если ты украл человека, за это смертная казнь. Лота анебреха эдшекер. Не можешь ты лжесвидетельствовать на другого человека в суде, чтобы его осудить. И последняя заповедь, последняя заповедь, она самая сложная. И она является единственной заповедью, которая между людьми, которая в мыслях. Но она корень всего остального. Десятая заповедь. Лот ахмод бейтреха. Не возжелай дома ближнего твоего. Не возжелай жену ближнего твоего. Не возжелай его раба, рабыню, быка, осла. И все имущество ближнего своего ты не можешь возжелать для того, чтобы забрать себе. То есть это корень всего остального. Вначале человек должен возжелать жену ближнего, а потом он с ней может согрешить. Вначале человек должен возжелать имущество или убить другого. И потом он это делает. То есть это корень. Представляете, вот эти десять заповедей, их прямо было, даже был обычай читать эти десять заповедей каждый день во время утренней молитвы. И в храме, когда был храм, куаним, священники, они читали эти десять заповедей каждый день во время храмовой службы. То есть это настолько важно. И были даже в некоторых вавилонских ешивах, тоже были обычаи каждое утро во время шахарита, во время утренней молитвы читать эти десять заповедей. И не просто их читать, а вдумываться и эти заповеди соблюдать. Теперь дальше. Сейчас мы уже приближаемся к окончанию главы. Дальше есть, вот десять заповедей сказал Маше Робейну. И что было дальше? Дальше было. Веколь амруим этакулот. Весь народ видел голоса. И видели они языки пламени, такие прям было, представляете? Пламя, гром, молнии. Такие видели голоса. То есть они просто очень сильно. И, значит, и раздавался голос, голос раздавался шафара, да, вот этого шафара. И, значит, что было дальше? Что было дальше? Дальше и сказали они Маше Робейну. Сказали они Маше Робейну. Моисею. Говори ты с нами, и мы услышим. И пусть Бог с нами не говорит, чтобы мы не умерли. То есть они все чувствовали настолько огромное вот это духовное напряжение, что они Маше Робейну говорят, мы не выдерживаем. И сказал Маше народу, не бойтесь, говорит, Всевышний вас вытащил, вас вознес и стал вам всесильным Богом для того, чтобы был страх перед ним у вас на лицах, для того, чтобы вы не согрешили. Маше им говорит, не бойтесь, он не хочет вас убить. Он хочет, чтобы вы остерегались, он хочет вам дать награду. Но без вот этого страха вы не будете соблюдать. Без страха перед Богом вы забудете обо всем и опять начнете грешить. Поэтому вся вот эта вот атмосфера, да, вот эти вот голоса, шафары и так далее, все это нужно для вас же, чтобы вы боялись. Только страх может вас остановить от преступления. Так сказал Маше Робейну, и стоял народ вдалеке, а Муше поднялся в Арафель Мгла, вот это вот, где были все эти огни, молнии и так далее, потому что там был всесильный. Всесильный он, это такая энергия, такая сила, такая, ну то есть такое величие, что приблизиться к нему может только человек чистый, чистый сердцем, чистый качествами, чистый по действиям, чистый от греха. И Маше Робейну спокойно зашел туда и сказал Бог Маше, так скажи сыновьям Израиля, вот вы увидели, что с неба я говорю с вами. И значит не делайте никаких себе изображений, никаких не серебряных, не золотых, не делайте изображений. И сделайте просто жертвенник из земли, сделайте и на нем приносите жертвы. И вот тут очень важная фраза, очень важная фраза. В каждом месте, где вы упомянете мое имя, я приду к тебе и благословлю тебя. Я приду к тебе и благословлю тебя. Сказал Всевышний. И последняя фраза, которая для меня вот она очень важна в этом, как раз в этой главе. Последняя фраза главы Итро, она стала в свое время моим жизненным принципом. Заканчивается глава Итро, в которой была дарована Тора, заканчивается очень важным для нас таким жизненным уроком, который вот просто, если сейчас ее запомнить, она может корденным образом улучшить вашу жизнь. Сказал Бог, последняя фраза. Не поднимайся по ступенькам на жертвенник мой. Чтобы не оголился твой стыд на нем. По-простому, на жертвенник поднимался пологий подъем. Был пологий подъем на жертвенник, такой, без ступеней. И Бог сказал, не поднимайся по ступеням. Хотя там не было ступеней, и он же сказал, что в ступени не было. В этом есть глубочайших два смысла. Первый смысл, он сказал так, чтобы не оголился твой стыд на нем. Священники, они шли в штанах. У них были такие штаны. То есть, оно не могло оголиться ничего. Значит, объясняет устная Тора, что первое, что даже камни, не надо их стыдить. Тем более людей. Но второй смысл, который для меня был главным, и который для меня главный жизненный урок. Не прыгай через ступеньки. Не прыгай через ступеньки. Если ты поднимаешься в духовности очень быстро, ты прыгаешь, и тут ты говоришь, я святой, а по факту ты вообще не святой. Сразу идет, там, где у тебя пробой, сразу идет пробой. Сразу видно. То есть, нужно подниматься постепенно. По духовности, по развитию, в тренировке. Везде нужно идти постепенно, небольшими шагами, не пропуская ничего. Потому что, если ты прыгнул со ступени на ступень, то тогда сразу оголяется твой стыд, и иногда это ломает человека. Простой пример из жизни метафора. Те люди, которые выигрывают в лотерею десятки, сотни миллионов долларов, практически в ста процентах случаях теряют эти деньги. Потому что они не заработали, не поднялись по ступенечкам, они сразу прыгнули, и эти деньги их потом рушат. То есть, у них сразу проявляются все их плохие качества. Все, чтобы было полное выздоровление всем больным. Чтобы было Лейлу Нишамашель Моше Бен Пинхас, который эту неделю помогает в Игре развиваться. Чтобы было полное выздоровление всем выздоравливающим. И чтобы Всевышний помог, помог всем, кто любит Всевышнего, и всем, кто хочет служить Всевышнему, помогать, выполнять заповеди, чтобы Всевышний всем помог. Шаббат шалом. Постепенно, по чуть-чуть начинаем соблюдать. Все, шаббат шалом.